Продолжение следует... Американский трансгуманист Брайан Бишоп убежден, что технический прогресс можно и должно использовать во благо человека и для его модификации. Он убежден, что человека можно и нужно усовершенствовать основательно. Люди мало живут, физически слабы, подвержены болезням, травмам. С этим невозможно мириться, коль скоро мы достигли таких высот развития в расшифровке генов. Брайан много раз призывал ученых и общественность сделать что-нибудь, чтобы усовершенствовать человека. Решил не ждать помощи и организовал собственный стартап. Бишопу и его партнеру по бизнесу, бывшему сотруднику биотехнологической лаборатории, потребовалась консультация. Они написали выдающемуся английскому генетику Джорджу Чорчу с просьбой о помощи. Их интересовал этический совет Джорджа Чорча, ведущего генетика Гарвардского университета. Ученый работал с генетическими модификациями и генами PCSK9 и CCR5, что в свое время широко обсуждалось в научном сообществе. Разработки были в списке пожеланий Брайана Бишопа и его партнера Макса Берри. Скромные пожелания получить разработки генетика для своего проекта по улучшению человека аргументировались тем, что у них уже есть готовый проект по разработке дизайна нового человека, есть даже пара родителей, которые желают улучшить своего будущего ребенка. В презентации проекта есть обещание родителям, что ребенок сможет наращивать мышцы без силовых тренировок, будет долгожителем после коррекции генов, будет иметь группу крови АБ+, лишен генетических отклонений и в целом будет вариантом генетически улучшенного человека. Бишоп и Берри ссылались на эксперименты китайских ученых, опубликованные на MIT Technology Review. Китайцы сообщили о том, что уже создали первых генно-модифицированных младенцев, ученый, о котором идет речь, Хэ Цзянькуй, и в прошлом году его приговорили к трём годам тюрьмы за его трёх модифицированных младенцев и за игры в Бога. Шум поднялся до небес. Часть научного сообщества встала на уши, чтобы прекратить любые эксперименты такого типа. Другая часть предложила написать технические критерии для модификации человеческих генов, и на всякий случай создали комитет по контролю за генными модификациями человека. Поможет, не поможет, пока не ясно. Возможно, это поможет проконтролировать работу генетиков и биологов, но вряд ли сможет проконтролировать таких вот генетических биохакеров-бизнесменов. Бедный генетик впал в шок, когда понял, что стартап попытается клепать детей как консервы на фабрике с сотнями тысяч, за что намеренно получить сотни миллионов долларов. Идея о направленной эволюции, за которую получили Нобелевскую премию Джордж Смит и Грегори Винтер, состоит в том, чтобы обмануть эволюцию и двигать её в правильном направлении. Однако, какое направление окажется правильным, думаю, зависит от того, кто закажет и профинансирует проект.